Музыка Одной из главных премьер на стенде Volkswagen на франкфуртском автосалоне стали полностью электрические Golf и Up Оснащенные батареями разной мощности, они тем не менее имеют запас хода не меньше, чем 160 километров А 100 километров пробега обойдутся чуть больше, чем в 3 евро Подзаряжаться электрокары умеют в том числе и от обычной бытовой розетки В планах продаж значится не только Германия, но и рынки Северной Америки и Азии Музыка Ярослав Там, кстати, я смотрю Сергея Носенко, руководитель отдела продаж Volkswagen по всей Украине Это отличный повод задать ему пару вопросов по новой модели Идем Сергей Привет Привет Одна пара вопросов ответишь? Конечно Сергей, у нас тут глаза разбегаются от кучи новинок и сложно сориентироваться Что из этого всего интересно и важно украинцам? То есть, что приедет, когда и сколько это будет стоить? Ну, во-первых, вы стоите возле самого интересного и самой последней новинки Это Golf Sports One Это дальнейшее развитие MQV платформы в рамках проекта Golf В прошлом году показали Golf Variant и в этом году уже осенью буквально в течение пару недель мы покажем, уже привезем на рынок Украины Golf Variant Это Golf Sports One Дальнейшая реинкарнация хорошо известна на рынке Украины Golf Plus Но я бы не делал прямых линий, потому что автомобиль кардинально отличается Сейчас это фактически концепт-кар Очень на 100% похожий на реальный автомобиль, который будет презентован летом следующего года Я думаю, что на следующий Volkswagen Fest мы презентуем этот автомобиль Но это уже фактически 100% похожий серийный вариант Он кардинально отличается от Golf Он больше, он выше Задний ряд сидений двигается на 20 см вперед-назад То есть это автомобиль, который представляет И почему название Sports One? Потому что он представляет такую комбинацию драйва и универсальности и комфорта Знаете, у меня есть знакомая, которая смотрит на, заглядывается на Tiguan Потому что она многофункциональный автомобиль, плюс еще полноприводный Но в то же самое время он смотрит на Golf GT, потому что это спортивный автомобиль И всегда тяжело найти такой компромисс Особенно если в семье супруга предпочитает один автомобиль, а супруг предпочитает более спортивный автомобиль Это хорошая комбинация То есть автомобиль выглядит агрессивно, динамично И в то же самое время он объемный, многофункциональный То есть такой идеально подходит для молодой и активной семьи Я бы так сказал Для нашего рынка Volkswagen предложит три двигателя Бензиновые 1.4 TSI на 125 и на 150 лошадей А также двухлитровый TDI на 110 лошадиных сил Для бензиновых будет доступна шестиступенчатая механика или семиступенчатый автомат А для дизеля только шестиступенчатая DSG Учитывая, что эта модель более элегантна и лучше оснащена, чем предшественник Golf Plus То и позиционировать ее будут уже в премиум сегменте Еще здесь есть очень горячая новинка Это Golf R Давайте пройдем, я вам его покажу Идем Это он? Это он, это самый горячий Golf, который может быть и Golf R Он хорошо известен в Украине по предыдущему поколению Golf R шестого поколения Этот еще горячее Мощность всего больше на 30 лошадиных сил и на 30 ньютонов метров Здесь двухлитровый турбированный мотор, который будет уже выдавать 300 лошадиных сил Он может комплектоваться как механическая коробка, так и хорошо уже себя закомендовавшая и полюбившаяся DSG При этом на DSG он разгоняется быстрее 4,9 секунды до 100 км за час А DSG будет шестиступенчатая? Шестиступенчатая DSG То есть с мокрым сцеплением Шестиступенчатая DSG, ну для такого мощного мотора только такое DSG и подходит лучше всего Здесь нужно видеть, здесь нужно ездить Отличие основное, кроме мотора и мощности, это в том числе, что Golf R, он полноприводный И здесь применяется уже муфта Haldex пятого поколения В том числе и применяется муфта дифференциала между осями XDS+, Которая уже может быть известна любителям GTI по модели Performance Которая может до 100% мощности перераспределять в рамках одной оси Так что ожидайте эту новинку горячую в конце года, мы ее обязательно привезем И особенно для наших прекрасных дорог для полного привода Любители Volkswagen смогут в полном мере прочувствоваться этим экстримом драйва от Golf R А насколько он будет тяжелее в деньгах, чем GTI? Сейчас пока еще рано говорить, потому что цены мы получим только после премьеры на франкфуртском автомобильном салоне И я думаю, что в течение 3-4 недели у нас уже будут цены Сейчас пока рано, да А какие-то планы продаж на него уже есть? Единичные, но все-таки? Это единичные, то есть мы думаем, что в рамках 10-15 автомобилей за год мы продаем В принципе так, как и продавали предыдущего поколения То есть это будет все еще эксклюзив на дорогах Украины, да? Эксклюзивно Спасибо, Сергей Спасибо вам Всего доброго, увидимся в Киеве Внутри спортивные сидения, спортивный же руль, синие стрелки тахометра и спидометра И удобная такая кулиска коробки передач Сразу видно спортивная версия А это младший брат гольфа Polo Air VRC Версия, посвященная участию модели в раллийном чемпионате мира 220 лошадиных сил 6,4 до 100 И уже доступна в Украине Посмотрим, как она выглядит внутри Внутри, однако, никакого спортивного экстремизма Все достаточно комфортно А оснащение богатое Главная фишка интерьера Надписи VRC на рулевом колесе И на коробке передач В серийной комплектации также имеется круиз-контроль Датчики дождя и света 8 подушек безопасности Мультимедийкости FT-дисплеем И навигация Polo Air VRC Street Самый мощный автомобиль за всю историю модели Polo При его разработке больше внимания уделили ходовым качествам Динамике и внешнему стайлингу Сегодня новинку уже можно заказать у любого официального дилера в Украине По цене от 360 тысяч гривен Отдельной когортой стояли версии R-Line Среди отличий снаружи, а в без по кругу Спойлера и шильдик R-Line Внутри такие версии отличают более дорогая двухкомпонентная отделка с вышатым лого Декоративные накладки на педали и пороги Продвинутый мультируль, обшитый кожей А также другие небольшие изменения Примечательно, что внешний и внутренний стайлинг можно заказать раздельно Из новинок пакет R-Line уже доступен на седьмой Golf Hatchback А в начале следующего года он станет возможным и для Golf Universal Volkswagen XL1 уже стал серийным автомобилем Правда выпустят их немного, буквально 250 штук Сверхкомпактный двухместный автомобиль имеет очень обтекаемый кузов И гибридную силовую установку, состоящую из дизельного двигателя и электромотора Благодаря этому XL1 может расходовать всего 1 литр дизеля на 100 км пути Небольшой автомобиль способен разогнаться до 160 км в час А на одном заряде батареи без помощи ДВС проезжать до 50 км